Что такое технология Дмитрия Александровича Дуинова, что такое сам проект двигателя Дуинова, для чего он был организован, как каждый из вас сможет на этом заработать, и, соответственно, как можно присоединиться к этой инновационной российской компании, которая разрабатывает самые эффективные электродвигатели в мире. Это очень интересно, это очень будет для вас полезно, так что слушайте внимательно, поскольку сегодня у нас презентация проекта, я вас призываю обязательно приглашать сюда своих друзей, коллег, партнеров, которые еще с нашим проектом не знакомы, но которым эта тема, тема именно российских технологий, тема заработка на российских технологиях может быть интересна. Если вы сейчас нас смотрите в социальных сетях, на ютубе, обязательно поставьте лайк, обязательно нажмите кнопочку поделиться, чтобы зрителей на наших вебинарах было еще больше. Это всегда полезно и помогает нашему проекту достигать своих целей. В целом о технологии мы расскажем, на чем этот проект базируется, и он не базируется на каком-то конкретном двигателе, на какой-то конкретной разработке. Здесь стоит речь о очень большой базе. Эта база была разработана Дмитрием Александровичем Дуиновым, российским инженером и разработчиком. Вместе со своей командой он уже занимается более 23 лет этой технологии, и, как вы понимаете, достиг он уже достаточно больших результатов, потому что выйти здесь не просто так. И вокруг этой технологии, вокруг этой разработки уже достаточно большая известность, большая популярность и много всяких разговоров ходит. Сегодня постараемся какие-то мифы, возможно, развенчать и о чем-то новом рассказать. Соответственно, применяется эта технология к электродвигателям. Я думаю, что вы знаете, что электродвигатель – это та часть нашей цивилизации, без которой, в принципе, существовать наш мир бы не мог. И, соответственно, самые популярные электродвигатели в мире – это именно асинхронные электродвигатели. То есть 80% всех электродвигателей именно асинхронные. Применяются они абсолютно везде, как в промышленности, так и в быту, в сельском хозяйстве, в автомобилестроении. Ну, в общем-то, везде. Куда вы голову не повернете, вы увидите эти электродвигатели. Ну, в частности, они, конечно, скрыты зачастую. Ну, например, видя стиральную машинку, будьте уверены, что она работает именно благодаря электродвигателю. 10 тысяч видов самых различных электродвигателей именно асинхронных в мире существует. Как я уже сказал, применяются они абсолютно везде. Это такие маленькие двигатели до огромных промышленных образцов. Что это за разработка и как она важна для нас всех. Соответственно, именно в области асинхронных электродвигателей и кроется технология Дмитрия Александровича Дуинова. Дело в том, что конструктивно эти двигатели имеют так называемую обмотку, которая была придумана еще давно вместе с созданием этих самых электродвигателей. И классическим способом они выполняются в двух вариациях. Это стиль обмотки данного электродвигателя «звезда» и «треугольник». То есть это многие знают, кто сталкивался с подобными электродвигателями. Соответственно, если мы говорим про технологию Дуинова, то Дуинову удалось в одном двигателе соединить сразу и применить сразу две обмотки. Именно поэтому они называются совмещенные обмотки, потому что там присутствует и звезда, и треугольник. Вопрос, как это сделать для начала. То есть мы можем пойти двумя путями. Первый путь это, соответственно, взять старый двигатель, просто убрать на нем старую обмотку, которая выполнена по звезде или по треугольнику, и применить совмещенную обмотку Дмитрия Александровича Дуинова. Второй способ мы можем взять и спроектировать, и выпустить двигатель, который изначально спроектируем так, что мы знаем, что там будет именно «славянка». В таком случае результат будет еще выше. Вот, соответственно, о чем я говорю? Какие преимущества получает двигатель, которым мы применяем эту технологию? Поскольку делается это, конечно, не просто так. И преимущества, которые получает этот двигатель, действительно очень ощутимы. И многих даже удивляют. А удивляют именно потому, что основное, одно из таких основных преимуществ, про которые мы говорим, которые получает такой двигатель, это, конечно же, экономия электроэнергии. Двигатели по технологии Дуинова экономят до 40% электроэнергии, и это очень большой показатель, поскольку весь мир борется за несколько процентов, мы же говорим о до 40%, то есть от 15% до 40%, в зависимости от двигателя. И этот показатель действительно очень ощутимый, и как вы понимаете, он экономит большие деньги тем компаниям, которые используют подобные двигатели. Например, Дмитрий Александрович рассказывал про предприятие, которое перемотало все свои двигатели по этой технологии, и там, в частности, экономит 12 миллионов рублей в год только на электричестве. То есть в масштабах промышленных, в масштабах именно производств это, конечно, очень и очень ощутимо. Второе, о чем хотел бы сказать, что данные двигатели, то есть с применением технологии Дуинова, если мы проектируем двигатели и выпускаем, используют на 30% меньшей меди и электротехнической стали. Это тоже очень важно, поскольку это, как минимум, удешевляет себе стоимость выпускаемой продукции, и поскольку используется на 30% меньших компонентов, мы можем говорить о 30% снижении стоимости выпускаемого двигателя. Кстати говоря, да, вот интересно, что из одних и тех же материалов мы можем сделать вместо двух обычных двигателей, три двигателя с технологией Дуинова. Конечно, стоит еще также вспомнить и о надежности. Данные двигатели становятся гораздо надежнее, это проверено уже временем, поскольку, опять-таки, технология была придумана и протестирована не вчера и даже не 10 лет назад. Сервис-фактор у этих двигателей становится 2,5, что очень высокий показатель, что также благоприятно влияет и на ремонт этих двигателей, и на долговечность использования, до того, как он полностью не выйдет из строя. Что тоже имеет достаточно высокий экономический эффект. Есть еще большое количество различных преимуществ, такие как увеличение пусковых моментов, снижение пусковых токов, обо всем обо этом вы можете почитать на нашем сайте, это более подробные такие инженерные технические подробности. Я же затрону немножко другую тему, я вот когда говорил про все эти преимущества, я говорил о том, что это в первую очередь влияет на экономику, в плане, что можно на этом хорошо зарабатывать или же экономить там электроэнергию. То есть это выгодно с точки зрения денежной. Но дело в том, что проект не только об этом. Как вы знаете, выработка электроэнергии по всему миру продолжает нарастать. И сейчас электродвигателей становится все больше, мы переходим на электротранспорт, мы используем все больше техники, там и бытовой, и прогресс идет вперед. Поэтому для того, чтобы все эти двигатели работали, нам нужно как можно больше электроэнергии, что мы сейчас и наблюдаем. Но дело в том, что процесс выработки электроэнергии сам по себе является одной из важнейших экологических угроз на данный момент на нашей планете. По той причине, что выбросы от электростанции, они там не только просто как банально загрязняют воду, почву и воздух, что тоже, конечно, очень важно. Они благодаря, скажем так, за счет этих выбросов мы получаем и увеличение озоновой дыры, мы получаем и парниковый эффект, что ведет к большим глобальным проблемам, с которыми пока что человечество не научилось бороться полностью, чтобы мы могли об этом не переживать. Все эти двигатели, большинство тех двигателей, которые используются и продолжают выпускаться, это двигатели с низкой энергоэффективностью. И большинство таких двигателей имеют энергоэффективность класса Е1. И с этим сделать ничего нельзя, потому что двигатели нужно использовать, мы не можем использовать меньше двигателей. Поэтому тренд на данный момент мира по сбережению именно окружающей среды, это именно тренд энергосбережения. То есть, как сделать так, чтобы мы могли продолжать наращивать использование электродвигателей, но при этом не увеличивали наращивание производства электроэнергии, или же даже уменьшали его объемы. Соответственно, как это сделать? Способ здесь один, это сделать те электродвигатели, которые мы сейчас используем, более энергоэффективными. Дело в том, что применяя технологию Дуинова классическим двигателям, которые имеют класс энергоэффективности Е1, мы переводим их в класс Е3 или даже класс Е4, что является самым высоким экологическим классом в мире на данный момент. И ни одна компания сейчас не может предложить такой же надежный, дешевый и доступный электродвигатель с таким высоким классом энергоэффективности, как делает этот Дуинов вместе со своей командой. Именно поэтому мы говорим, что это самый эффективный электродвигатель в мире, и это не какие-то красивые слова, чтобы привлечь к нам внимание. И именно поэтому сейчас, несколько месяцев назад, наша компания получила награду как компания, которая имеет важнейшую технологию для Китая в области энергосбережения и охраны окружающей среды. То есть Китай нас уже по достоинству оценил и назвал нас одной из самых важных технологий для Китая на данный момент. Вот это все о том же. Поэтому цели у проекта, они гораздо шире, нежели просто чтобы кто-то заработал или там сэкономил электроэнергию. И вот то, о чем я сейчас рассказывал, это действительно достаточно такие вещи, не каждый может в это поверить, да, что двигатель может экономить там до 40% электроэнергии. Поэтому стоит перейти, ну, к неким аргументам, да, наверное. Первый аргумент это, конечно же, теоретически. Это, в первую очередь, патентная база и на данный момент компания обладает 18 патентами на эту технологию. То есть все то, о чем я сейчас говорю, запатентовано. И продолжаются выпускаться сейчас новые патенты, которые, в частности, уже, значит, вносятся на баланс компании Соболмаш, инвесторами которой являются все текущие участники проекта. Ну, как бы, скажем так, инвесторами этой компании. Вот, соответственно, кроме патентов мы, конечно же, имеем достаточно большое количество исследований. Это и баланское исследование технологии, это исследование в Дюссердорском университете. Кстати говоря, вот сейчас, по-моему, сегодня, да, была, или вчера, новость, где подробно было расписано про то самое баланское исследование. Поэтому посмотрите обязательно, достаточно интересно, да, как вот технологию тестировали и проверяли, какие заключения давали эксперты по поводу этой технологии. Но нельзя говорить о том, что проект базируется только на теории, поскольку это далеко не так. И, конечно же, технология уже была проверена на практике. Первое, о чем хотелось бы сказать, это, конечно же, лицензионные обмотчики. Дело в том, что когда компания уже получила патенты на технологию, когда все было доказано, когда достаточно большая часть пути была пройдена, стало понятно, что нужно хоть в каком-то виде уже эту технологию выводить в свет, ее популяризировать и применять эту технологию на тех двигателях, что сейчас у нас есть. Именно поэтому компания запустила так называемое направление лицензионных обмотчиков, согласно которому любой желающий, кстати говоря, и сейчас это можно сделать, если кто-то из вас хочет, вы можете обратиться к Дуинову за лицензионным правом использования его технологии. В общем-то, любая компания, взяв лицензию у компании АСПП, компании Дмитрия Александровича Дуинова, имеет право по его технологии ремонтировать и модернизировать те двигатели, что к ней приходят на заказ. То есть, как правило, это компании, которые так или иначе уже занимались ремонтом и обслуживанием электродвигателей, теперь же они предлагают своим клиентам ремонт двигателя по технологии Дмитрия Александровича Дуинова. Соответственно, с этого клиенты берут деньги, часть денег отдают Дмитрию Александровичу. Здесь это направление было сделано не только для того, чтобы зарабатывать на нем деньги. В основном, главная цель направления была в том, чтобы показать, что технология действительно применима ко всему спектру синхронных электродвигателей и что технология не была подтусована или там результаты не были показаны на определенных моделях. Лицензионные обмотчики за это время перемотали тысячи двигателей самых разных и все это задокументировано, поэтому это является большим доказательством того, что технология работает. На данный момент порядка 100 компаний работают по лицензии Дмитрия Александровича Дуинова. То есть это достаточно ощутимое количество. Второй интересный факт, что каждый из вас может протестировать эту технологию даже у себя в домашних условиях. Как это сделать? Дело в том, что Дмитрий Александрович выпустил справочник по совмещенным обмоткам и воспользовавшись этим справочником, вы можете купить его, почитать подробно о технологии. И в этом справочнике находится достаточно большое количество различных схем. Соответственно, применяя эти схемы к тем электродвигателям, что есть у вас в быту, вы можете убедиться в том, что двигатель действительно приобретает те характеристики, про которые я вам сейчас рассказываю. Кроме того, что я обозначил, на практике, конечно же, есть уже и опытные образцы, и серийное производство. Сейчас я об этом также расскажу. Если мы говорим про опытные образцы, это именно те двигатели, которые сделала компания, либо под заказ, либо сделала как интересный опытный образец для демонстрации возможностей технологии. И один из таких удачных опытных образцов, благодаря которому многие и узнали у Дмитрия Александровича в Дуинове, это, конечно же, небезызвестное мотор-колесо Дуинова. Еще раз, несмотря на то, что оно такое знаменитое, это лишь один из двигателей, который был сделан компанией на базе той технологии, про которую я сегодня рассказывал. Соответственно, чем уникально это мотор-колесо? Многие говорят, что я могу купить такое же в интернете, зачем мне ждать Дуинова, чем оно такое уникальное? Первое, что стоит отметить, это первое в мире асинхронное мотор-колесо. Дело в том, что все те модели, что вы можете купить прямо сейчас, это мотор-колеса на базе другой технологии. Сейчас все мотор-колеса в мире делаются как BLDC двигатели. Соответственно, в чем же разница, почему это мотор-колесо асинхронное гораздо лучше и превосходит все то, что делают китайцы и другие крупные производители мировые. Первое, конечно же, это цена и доступность этого двигателя. Дело в том, что BLDC моторы, которые сейчас вы можете купить, они в своем составе имеют так называемые постоянные магниты. Это особенности конструкции данного двигателя. Эти постоянные магниты содержат в себе редкоземельные металлы. Это такое сырье, которое на данный момент добывается, 90% этого сырья добываются именно в Китае. Китай является монополистом на рынке этого сырья. Что мы имеем в итоге? Ну, во-первых, Китай как монополист может спокойно поднимать цены год за годом на это сырье, что он и делает. Соответственно, поскольку цена поднимается на сырье, дорожают постоянные магниты, дорожает сам двигатель. Кроме этого, на данный момент спрос на эти моторы, колеса и другие двигатели, где используются посредственно редкоземельные металлы. Но скорость добычи сырья не увеличивается. Соответственно, здесь обычная экономика, спрос предложения. Спрос выше, чем может предложить Китай. Китай продолжает поднимать цену на это сырье, что урегулирует спрос. Кто-то скажет, что можно же закупить эти редкоземы и увезти их к себе в страну. Но дело в том, что так сделать нельзя. И Китай на законодательном уровне запретил вывоз редкоземельных металлов из страны. Поэтому, если вы хотите получить мотор-колесо или другой двигатель Билл-10 типа, вы обязаны либо купить эти двигатели на территории Китая, либо сделать завод на территории Китая и для себя эти колеса производить. Это такой закон вышел в Китае. Но это давно уже случилось. Многие об этом, я думаю, слышали. Соответственно, когда мы говорим про какие-то байки российского производства или, как говорят, отечественного, это все не совсем правда. Потому что те же двигатели мы, к сожалению, не можем собирать в Россию. Потому что другие страны тоже не могут. Только китайцы могут. Что же мы имеем в данном случае с мотор-колесом Дуйнова? Дело в том, что мотор-колесо Дуйнова не использует ни постоянных магнитов, ни редкоземельных металлов. Это, как я уже говорил, обычный асинхронный электродвигатель, основными компонентами которого являются медь и электротехническая сталь. Соответственно, кроме того, что они в целом гораздо дешевле, чем редкоземы, и это мотор-колесо по себестоимости будет иметь цену порядка 10 тысяч рублей, а также мы можем это производство организовать в любой точке мира, в том числе в России. И тогда мы можем уже говорить об отечественном производстве, потому что добыча сырья идет в России, производит его там обработка, соответственно, сборка этого мотора-колеса. Все это можно делать в России. В отличие от BDC-двигателей, поэтому когда некоторые российские компании говорят, мы сделали там наш собственный транспорт, в действительности, и двигатели они делают в Китае, и батареи они делают в Китае. Скорее всего, собирают в Китае, но почему-то называют это нашим отечественным производством. Ну, может быть, потому что в России как раз-таки и собирают. Единственное, что у нас и делают. Второе, конечно, преимущество – это мощность данного мотора-колеса. Дело в том, что это мотор-колесо сделано на базе той самой технологии «Славянка» Дмитрия Александровича Дуйнова, и это дает ему неоспоримые преимущества перед конкурентами. А если вы когда-нибудь видели, да, как выглядят подобные мотор-колеса, и вы видели мотор-колеса мощностью 2-3 кВт, то мы можем говорить о том, что при сравнении этих двигателей мотор-колесо Дуйнова такой же мощности, такого же размера и такого же веса имеет мощность порядка 20 кВт. То есть мы берем мотор-колесо Дуйнова, мощность 20 кВт, ставим такой же по весу, по размеру Билд-ДиСи, у него мощность 2-3 кВт. И об этом мы уже снимали много роликов, показывали тесты. Вот, в этом все это вы можете посмотреть. То есть мощность действительно очень ощутимая, и 20 кВт – это действительно очень неплохой показатель. Ну, скажем так, другие компании пока что такого результаты даже близко не смогли добиться. Смотреть, какие еще преимущества есть у данного двигателя. Я пока расскажу про другие опытные образцы, которые были сделаны на базе этой технологии. Стоит, конечно, отметить, что мотор-колесо – линейка. Это не одно колесо. Я рассказал про самое основное, 20-киловатное мотор-колесо. Стоит отметить про также, что есть мотор-колесо 10 кВт для электровелосипеда, также есть мотор-колесо 27 кВт для электроскутера. Это тоже достаточно интересный экземпляр. Скутер Ирбис, раньше он работал в ДВС-двигателе, и теперь он работает с мотор-колесом Дмитрия Александровича Дуенова. Также мотор-колеса были сделаны и успешно протестированы на электроавтомобиле. Это электроавтомобиль Zeta. Это сторонняя компания, для которой Дмитрий Александрович Дуенов разработал мотор-колеса. Соответственно, сейчас компания Zeta делает все для того, чтобы выпустить свой электроавтомобиль в серию, и вполне возможно, им это удастся. В таком случае мы получим первый российский серийный электроавтомобиль, который будет выполнен именно на базе технологии Дмитрия Александровича Дуенова. Это говорит о том, что действительно Дуенов сейчас лидер в области электродвигателей и в области электродвигателей для электроавтомобилей в России, это точно. Конечно, не только на этом Дмитрий Александрович Дуенов свое внимание заострял, хотя есть другие разработки в области электроавтомобилей. Это электроавтомобиль Renault Twizy, Renault Kangoo. В общем, электроавтомобилей было сделано в Дуеновом очень-очень много, самых разных. Интересно также рассказать было бы еще и об общественном транспорте, потому что двигатель троллейбуса также был модернизирован по этой технологии, и кроме того, что он стал гораздо динамичнее, чем его аналог, он еще и стал экономичнее. То есть здесь мы убиваем сразу двух зайцев. То есть результаты действительно были очень-очень ощутимые. Также хорошо было вспомнить о электровозе. Это шахтный электровоз, работал в шахтах. Соответственно, до модернизации по технологии Дуенова он тянул 5 вагонов с грузом. После модернизации по технологии Дуенова он тянул уже 11 вагонов с грузом, что является соответственно приростом больше, чем в два раза по мощности. Кто-то может сказать, что опытный образцы это хорошо. Где же серийное производство, где же запуск, выпуск двигателей. Это уже у нас точно тоже есть. И сейчас я, конечно, говорю о двигателях DA90S и двигателя DA100S. Эти двигатели выпускаются серийно в Китае. Соответственно, там же вы можете их купить. Сейчас у нас будет другой партнер, который будет с нами работать по продаже этих двигателей. Раньше это была компания Denzel. Сейчас будет другая компания. Здесь это не принципиально, поскольку Дуенов занимается именно разработкой двигателей. Не конечных транспортных средств. Но, соответственно, каждый из вас можете эти двигатели купить как отдельно, так и с контроллером, так и в составе транспортных средств. Они доступны с байками, то есть вместе с электробайками, вместе с электроавтомобилями. То есть, ну, кто мечтал электроавтомобиль с двигателем Дуенова, прямо сейчас можете идти его и купить. Поэтому здесь мы тоже уже целые два серийных двигателя выпускаем. Это было сделано как раз таки в 2018 году. Этот процесс был налажен. Соответственно, то, о чем я вам сейчас рассказывал, длилось достаточно долго, поскольку первый двигатель по технологии Дмитрия Александровича Дуенова был разработан в 1995 году. Именно тогда впервые эта технология была применена. За эти годы, как я уже рассказал, прошла компания, значит, большое количество различных испытаний, получения патентов, затем создания опытных образцов выпуска серийной продукции. Но в итоге, как и любая развивающаяся компания, стало ясно, что дальше без инвестиций двигаться невозможно, поскольку эта технология претендует действительно на крупный бизнес и на работу с крупными заказчиками. Поскольку очень многие компании приходили и говорили, сделайте нам такой-то двигатель, на что Дуенов говорил, для того, чтобы мне вам двигатель такой сделать, мне как минимум нужно конструкторское бюро. То есть именно к этому компания пришла, что для того, чтобы прийти на следующий шаг, ей нужно собственное конструкторское бюро, инжиниринговый центр, если так вот называть еще можно, который сейчас компания и планирует запускать. Обращаю ваше внимание на то, что до этого абсолютно все разработки, абсолютно все было сделано только на деньги компании. Дуенов со своей командой сам это делал, поскольку параллельно вел еще коммерческую деятельность, которую продолжает вести, соответственно, и также зарабатывал на лицензионных отчислениях тех компаний, что уже работают по технологии Дмитрия Александровича Дуенова. Соответственно, компания не привлекает деньги именно на создание инжинирингового центра, на создание конструкторского бюро. Для того, чтобы его построить, искали место, где это можно сделать, это будет особая экономическая зона Лавышева, находится она около Москвы, это уже абсолютно точно. В декабре случилось долгожданное событие 2018 года, государство нам выделило землю для строительства, мы получили участок в этой особой экономической зоне. Почему там? Ну, дело в том, что особая экономическая зона имеет ряд больших преференций перед обычными участками, которые вы можете просто приобрести. И не только потому, что эта земля выдается бесплатно, но также по причине того, что там достаточно большие льготы по налогам, достаточно большие преференции экономические. Также там есть вся необходимая инфраструктура, которая нужна для создания подобных производств. То есть, конечно же, этой дороги, этой железнодорожной пути, это достаточно сильная база, которую пришлось бы строить на свои деньги. Кроме, значит, ну понятно, да, то есть создание этого железнодорожного центра, для этой цели компания планирует привлечь 40 миллионов долларов инвестиций. Достаточно ощутимая часть средств уже привлечена, чуть больше про цифры я скажу немножко позже. Вот, соответственно, на чем компания планирует зарабатывать? То есть, многие думают, что мы планируем построить именно завод. То есть, прям завод, выпускать двигатели и на этом зарабатывать. Не совсем это так. Как я уже сказал, это будет конструкторское бюро. Конструкторское бюро будет заниматься именно разработкой электродвигателей под нужды заказчика. То есть, как это выглядит на практике? Приходит Дмитрий Александрович Дувинов, производитель электротранспорта, допустим, да, и говорит, мне, вот я планирую построить электроавтомобиль, мне для моего электроавтомобиля нужен такой вот конкретный двигатель. Можешь ли ты для меня сделать такой двигатель? Дувинов говорит, могу, сделаю. Он разрабатывает для него этот двигатель. Он делает там установочную партию необходимую, готовит весь бизнес-процесс. После этого он передает эту документацию заказчику, и заказчик уже сам для себя серийно эти электродвигатели производит. Обратите внимание, да, то есть, сам производит, покупает он только документацию. Но Дувинов еще, конечно же, ему передает весь бизнес-процесс. Как этот двигатель серийно производить? Потому что, понятно, если ты просто получил чертежи на двигатель, но ты не представляешь, как производить его серийно, ну, тебе это не нужно. Это тоже очень важный элемент всей работы, уметь серийно это делать. Вот, соответственно, сколько это вообще может стоить? Кому это нужно? Кто этим пользуется? Вообще не все знают, что, по большому счету, практически все компании самостоятельно для себя подобные вещи не разрабатывают. То есть, если вам нужен двигатель, вы идете в компанию, которая занимается разработкой двигателей. Ну, например, вот Porsche, да, компания Porsche зарабатывает основные деньги не на продаже автомобилей Porsche. Она зарабатывает основные деньги на продаже технических решений. То есть, Porsche, по большому счету, это большое международное конструкторское бюро, которое разрабатывает те или иные, ту или иную документацию. Он примерно тем же самым планирует заниматься Дуинов. Основное отличие Дуинова от всех конкурентов, что он может сделать двигатель, ну, не просто как аналог или конкурентно способный двигатель. Он может сделать двигатель нового поколения, который будет нагло выше и лучше тем двигателем, что могут сделать конкуренты. Причем он не будет за это брать больше денег. Это будет просто его, скажем так, коммерческое преимущество перед конкурентами. По поводу стоимости, да. Ну, например, когда компания BMW заказывала для себя разработку мотор-колеса, когда она разработала мотор-колесо, заказывала его в стороннем конструкторском бюро, компания BMW заплатила за такую разработку сумму 75 миллионов евро. Недавно компания Siemens для себя разрабатывала электродвигатель. Она на это потратила 300 миллионов евро. Не всегда суммы контрактов такие крупные. Если мы говорим, например, про проект двигателя Дуинова, то один из потенциальных заказчиков, который сейчас ожидает мощностей для своего заказа, там речь идет, он занимается электроинструментами компания, там речь заказа идет о 30 миллионов долларов. В целом же, если говорить про среднюю стоимость заказа, то средним такая услуга, разработать электродвигатель, стоит 50 миллионов евро. Это вот средняя цена по миру, скажем так. Компания Дуинова сможет делать несколько подобных разработок в год. И к вопросу о том, а много ли или мало вот эта сумма, да, все же относительно. И я бы сравнивал со следующим. То есть для того, чтобы реализовать подобный бизнес, Дуинова требуется сумма в 40 миллионов долларов. При этом всего лишь один заказ на сумму 50 миллионов долларов уже окупает все те инвестиции, которые компания сейчас привлекает. То есть всего лишь один взятый заказ уже полностью снимает все риски с инвесторов и с участников данного проекта. То есть и делая несколько таких заказов в год, то есть, условно говоря, мы на бизнес потратили 40 миллионов долларов, за год заработали несколько сотен миллионов долларов. То есть, примерно, математика такая, и маржинальность в этом бизнеса очень высока, ну, гораздо выше, чем у производства, в частности. Соответственно, вопрос о том, а зачем это вам? То есть понятно, для чего это инвестор, для чего это людям, которые принимают в этом участие. Каждый участник проекта получает инвестиционные доли, соответственно, на ту сумму, на которую сделал свою инвестицию. Вот, минимальный пакет у нас на 500 долларов, и рассрочка, которая есть на данный момент, позволяет платить всего лишь по 3 тысячи рублей в месяц на протяжении 10 месяцев, в итоге выплатив весь пакет на 500 долларов. Что очень и очень интересно многим инвесторам, и мы говорим о том, что этот проект, в первую очередь, народный. Он позволяет инвестировать небольшие деньги, но достаточно перспективные проекты. Соответственно, что делать с этими инвестиционными долями, зачем они вам нужны. После реализации проекта, реализацию проекта я подразумеваю в данном случае, это завершение привлечения инвестиций и строительства инженерингового центра, то есть запуска этого бизнеса. Те инвестиционные доли, которые у вас есть, будут реорганизованы в акции с новой компанией. То есть сейчас каждый инвестор получает инвестиционный договор, получает приложение к договору, получает сертификаты на свою долю, то есть все юридически оформлено. После этого вы получите акции будущего предприятия, то есть компания будет переорганизована. Соответственно, будет одна доля поменена на одну акцию компании. Для чего вам акция, я думаю, здесь это полностью понятно, и на акциях любой человек в любой успешной компании зарабатывает двумя способами. Первый способ – это, конечно, рост стоимости вашей доли. Сейчас, приобретая инвестиционные доли, вы их приобретаете гораздо ниже их номинальной стоимости. То есть сейчас компания вам платит так называемую венчурную премию. Она продает вам акции дешевле, то есть доли дешевле, которые вы можете обменять на акции, для того, чтобы компенсировать ваш риск. Соответственно, после того, как будет закончено финансирование, компания планирует проводить IPO, то есть это так называемое, делать компанию публичный выход на биржу, на фондовый рынок. Соответственно, при выходе на фондовый рынок, компания планирует выходить при номинальной цене на одну акцию, что гораздо дороже, нежели ту цену, которую сейчас платят инвесторы. Соответственно, можно купить доли дешево сейчас и продать их дорого после совершения финансирования уже на фондовом рынке. Это первый вариант. Поскольку акции, которые вы будете иметь, это частная собственность, это то, что вас никто отнять не может по закону, вы можете это подарить, передать, по наследству как-то продать все, что угодно и держать у себя как сколько угодно долго. Поэтому, конечно, после выхода на IPO никто не заставляет вас продавать свои акции. Я думаю, что не так много инвесторов будет, которые в целом их продадут. Ну, соответственно, вы можете дальше капитализировать свою долю на протяжении 30 лет, держать эти акции, поскольку акции любой успешной компании всегда растут. И многие не знают, какие огромные цифры имеют и потенциалы имеют подобные компании к росту. Давайте я приведу несколько примеров тех компаний, которые знают абсолютно все, поскольку такую венчурную стадию, как у нас, проходили абсолютно все известные вам компании. Все компании сначала в начальной стадии, потом получают финансирование, потом развиваются. Единственная разница в том, что раньше те компании, про которые я вам сейчас расскажу, они брали деньги только у крупных инвесторов, поскольку не было возможности краудинвестинга, как сейчас. Нельзя было взять денег у большого количества людей, но небольшую сумму. Не было краудинвестинга, не было интернета. Благодаря краудинвестингу, то есть народному финансированию, и благодаря интернету в подобном проекте есть возможность получаться не только у крупных инвесторов, но и у средних и у малых инвесторов, которые этой идеей нравятся, которые хотят на этом заработать. Ну, соответственно, например, если мы говорим о компании Google, то акции компании Google выросли за 16 лет в 10 тысяч раз. Например, акции компании Microsoft, если не ошибаюсь, за 10 лет они выросли где-то в 47 раз. Акции компании Apple, которые, я думаю, все сейчас знают, это самая богатая, самая дорогая компания в мире на данный момент, ее акции выросли за 38 лет в 68 тысяч раз. Только представьте, да, когда-то тоже говорили, зачем людям персональные компьютеры. Сейчас все понимают для чего, да, и, соответственно, рост этих компаний имеет те цифры, по которым я сейчас говорю. Я думаю, что сейчас очень многие знают про компанию Alibaba. Да, это достаточно крупная компания, но еще не так давно, а не мало кто знал, и, в частности, за 18 лет компания Alibaba подорожала почти в 4 миллиона раз. То есть, вы можете представить, какие-то цифры. Тяжело, конечно, сказать, во сколько раз вырастет проект двигателя Duneo за 30 лет. Ну, если бы я назвал какую-то конкретную цифру, конечно, это было вранье. Но то, что эта компания имеет большой потенциал к росту, это факт. Мы заходим в тот бизнес, который нужен. Мы заходим с революционной технологии, которая уже проверена, протестирована, запатентовано. И мы имеем очень большие шансы на подобный успех, чтобы о нас также в каком-то вебинаре через 30 лет кто-то нас приводил в пример. Пока вы будете капитализировать свою долю, естественно, это не проходит в таком режиме, что вы просто ждете. Как я уже сказал, тут есть два направления заработка. Второе, это, конечно же, получение дивидендов. Дело в том, что компания планирует направлять 50% прибыли, распределенной на дивиденды, именно инвесторам. То есть 50% прибыли, это очень ощутимый показатель. И он позволит достаточно, получается, достаточно ощутимые деньги от своих инвестиций до тех пор, пока ваша доля будет капитализироваться. То есть это достаточно тоже интересно. И дивиденды, доход также многих интересуют. Я думаю, что многие из присутствующих на вебинаре зарабатывают на дивиденды, на дивидендах и каких-то других компаниях. То есть полтора лет мы привлекаем инвестиции. Многие из вас уже, думаю, знают, что у нас на привлечение инвестиций выделено 3 года, в течение которых мы должны привлечь необходимый объем инвестиций. Соответственно, мы можем говорить о том, что сделано и пройдена уже очень большая часть пути. Что же было сделано на те инвестиции, которые были привлечены? На данный момент компания уже обустроила собственную лабораторию, создала опытный участок и смонтировала стендовое оборудование. Для чего это нужно и почему это важно? Ну, соответственно, лаборатория. В лаборатории сейчас будут работы над технологией, работы над двигателями и перерасчет тех двигателей классических на славянку. Это очень большая, кропотливая работа, которая ежедневно в лаборатории выполняется. После того, как мы такой двигатель в лаборатории сделали, нам, конечно, нужно сделать опытную партию, то есть проверить, действительно ли этот двигатель работает на практике. Мы берем и на нашем опытном участке уже можем выпускать первые опытные партии электродвигателей, которые выполнены по технологии Дуинова, что мы сейчас и делаем. Соответственно, после того, как двигатель был выпущен, нам нужно его протестировать, что мы, собственно, опять-таки тоже делаем. Мы этот двигатель на стендовом оборудовании тестируем и смотрим, что получилось на практике. И те результаты, которые есть, мы их постоянно показываем, но они действительно подтверждают все то, о чем я сегодня рассказывал. Также мы можем на этом стендовом оборудовании сравнивать классические двигатели и двигатели с технологией Дуинова для потенциальных заказчиков, для демонстрации инвесторов, ну и просто всем интересующимся нашими отечественными технологиями. Это очень важно не потому, что там просто идет какая-то работа. Дело в том, что то, что я сейчас описал, это по большому счету и есть конструкторское бюро, но в миниатюре. То есть мы уже создали минимальную базу, мы выполнили проект на свой минимум, потому что у нас есть абсолютно все для того, чтобы разработать двигатель, выпустить и сертифицировать этот двигатель, получить на него документы для того, чтобы в дальнейшем можно было это продать и документацию заказчику. То есть это наше будущее конструкторское бюро, но в миниатюре это очень важно. И это говорит о том, что проект уже состоялся в его минимальной стадии, с этим могу только поздравить всех тех, кто с нами с самого начала. Соответственно, кроме этого было, конечно же, и другое количество событий. Это уже и серийное производство, про которое я сегодня рассказывал, которое у нас уже налажено. И уже двигатели с технологией Дуэно вы можете купить как отдельно, так и в составе транспортных средств, либо в составе электробайков, либо в составе электроавтомобилей. Также, конечно, было получено огромное количество новых патентов, что увеличивает интеллектуальную собственность компании. Я не устану повторять о том, что интеллектуальная собственность сейчас в современном мире гораздо важнее, нежели даже материальные объекты, материальная собственность. Потому что те компании, которые сейчас управляют вниманием, управляют, имеют сильную интеллектуальную собственность, и ценятся не за то, что у них там большое количество зданий или оборудования, они сейчас в цене, тоже Facebook, я знаю, я про это уже рассказывал. В общем-то, все это у нас также двигается. Вот, соответственно, доверенности с Китаем, это тоже достаточно интересно. Многие боятся, что нашу технологию скопируют в Китае. Но дело в том, что Китай не копирует никогда своих, потому что у них достаточно серьезное законодательство и вплоть до уголовной ответственности. Поэтому они копируют европейские компании, американские. Но дело в том, что если у вас есть покровитель на территории Китая, который может за ваши интересы побороться, в таком случае китайцы вас не будут копировать, потому что если попытаются, с ними легко, может, вопрос будет решить, либо через тут, либо как-то договориться. В общем, влияние, да, самое разное, могут подобные структуры оказывать. Соответственно, у нас такая компания есть, которая, скажем так, взяла нас под покровительство в Китае. Это провинция Бэйхай, крупная китайская провинция. И у нас с администрацией этой провинции подписан договор о сотрудничестве и договор о защите интеллектуальной собственности нашей компании на территории Китая. Поэтому, если даже кто-то и будет копировать, то здесь у нас уже достаточно серьезно мы защищены. Опять-таки, от копирайта достаточно сложно, конечно, бороться. Говоришь, что у нас никто не попытается скопировать, будут пытаться. Но Дмитрий Александрович Дуинов говорил, что даже не патенты, самое главное, защита от копирайта. Самая главная защита от копирайта, это всегда будешь на шаг впереди тех, кто пытается тебя скопировать. Дмитрий Александрович это понимает, команда над этим работает, и даже сейчас уже есть то, что потенциально могут вести в тех же мотор-колесах. На случай, если какой-то копирайт произойдет. Поэтому с этим компания, конечно же, знает, что делать. Друзья, что бы хотелось вам сказать напоследок. В общем-то, инвестировать нужно в любом случае. То есть, инвестиции это вклад в ваше будущее, это вклад в вас самих. И у нас в России привыкли, конечно, на пенсию надеяться, но вы видите, что повышается пенсионный возраст. Там молодое поколение вряд ли вообще до пенсии дождется когда-то в своей жизни. Тем, кому пенсия ближе, да. Но я думаю, что если вы дождетесь все же, то это вас не очень порадует теми выплатами, которые вы получите. При этом, например, по всему миру идет такая тенденция, но в России об этом переживают больше всего, потому что, ну, и американцы, например, инвестируют, там 70% американцев инвестируют в акции или там какие-то другие направления. Вот, у нас инвестируют 2%, поэтому для нас там проблема, на что жить в старости, она актуальна. Соответственно, для того, чтобы с этим в лок-лок и встретиться, конечно, нужно начинать формировать свою будущую инвестиционную подушку в том возрасте, в котором вы начнете это делать. Чем раньше, тем лучше, но никогда не поздно, что самое интересное. И для этого нужно повышать свою финансовую грамотность, для этого нужно развиваться в этом направлении. И одно из таких направлений, куда можно инвестировать и которое сейчас очень активно развивается по всему миру, это, конечно, краудинвестинг. И вот на этом рынке краудинвестинга наша компания может стать одной из тех компаний, которая действительно заслуживает внимания, которая действительно уже очень много что сделала и которая идет постоянно к своим целям принять участие, в которой вы пока что еще можете. Я говорю, что пока что, потому что мы планируем, что осталось не так еще долго времени до окончания старта и привлечения, до окончания привлечения инвестиций. Потому что сейчас проект очень большое внимание, особенно после того, как мы вошли в особоэкономическую зону Алабышева. И если кто-то еще не слышал, то уже в марте у нас начинаются, вот этого года, 19-го, начинаются нулевые работы. И где-то в июне, в июле уже начнут строиться стены нашего конструкторского бюро. На строительство нам понадобится где-то 20 месяцев, после чего мы с вами все увидим уже становление, уже первые доходы от нашего предприятия, которые мы с вами создаем. Так что проект будет в любом случае реализован, вопрос с нами вы или нет. Друзья, если у вас остались вопросы, если какие-то темы я не раскрыл, обязательно пишите их сейчас во вкладку «Вопросы» вверху вебинарной комнаты, я на все отвечу. Также я рекомендую вам обращаться к своим друзьям, к своим знакомым, которым мы рассказали об этом вебинаре. Я уверен, что они помогут вам разобраться. Раз они вас пригласили, значит они гораздо дольше в проекте, чем вы. Регистрируйтесь в личном кабинете, подписывайтесь на социальные сети, там есть все новости для того, чтобы принять для себя решение, интересен ли вам проект или неинтересен. Так, кстати говоря, если вы нас смотрите сейчас в социальных сетях, в группе ВКонтакте, на Ютубе, ну где вы нас, кроме вебинарной комнаты, прошу вас прямо сейчас поставить лайк и нажать кнопочку «Поделиться». Помните, что это очень важно, что проект народный, и что от активности каждого его участника зависит результаты финансирования. Кстати говоря, я осознаюсь, я вот репост не сделал этого вебинара, и сейчас я это исправлю. Прямо сейчас так сделаю репост. Потому что риска уже на тот момент совершенно никаких не будет. Так, ну отвечая на ваш вопрос, да, при необходимости, конечно. Павел, меня смущает договор, в котором представитель соло-групп указана только фамилия и имя. Насколько это юридически грамотно? Можете пояснить? Просто я такое замечал не только здесь. Например, подпись резидента под законами только с инициалом имени. Вы знаете, по поводу юридических документов так интересно. Говорят договор, ну я сейчас не про вас, Виталий, просто говорят договор липовый. Говорят, почему? Ну так в договоре у Сергея Семенова нет отчества. Значит, не по-настоящему. Это то же самое сейчас, мы когда в интернет вывестили документ, да, где подписано наше одобрение по вступлению в особую экономическую зону Алабашу. Все равно нашлись люди, которые сказали, какая-то ерунда там в печати не стоит. Понимаете, печать же должна быть, а там только подпись. Но вот как бы это нюансы, понимаете, не везде все одинаково. Не во всех инстанциях все одинаково. Не во всех государствах все одинаково. Если мы говорим про, почему нет отчества, то по той причине, что за рубежом отчества нет. Это в России есть там фамилия, имя, отчество. За рубежом у вас есть только имя и фамилия. Если вы себе сделаете загранпаспорт, у вас не будет там указано отчество, потому что нет отчества. Вот я впервые, когда, помню, учился в школе еще, к нам приехал там один парень учиться, да, он там родился, что ли, во Франции. И он спрашивает, какого отчества, у меня нет отчества. Все удивлялись, как отчества у человека нет. Потому что он во Франции родился, у него нет отчества. Вот, поэтому так же и в иностранных документах даже русские граждане не указываются без отчества. Вот, что касается, значит, грамотных и неграмотных, вот, поэтому это, соответственно, потому что так, по их законодательству, компания сделана именно, вот, в частности, по международному праву. Поэтому нет отчества. То есть здесь все совершенно так, как и должно быть. Так. Был на днях в Астане. Рекомендую засветиться в Нур-Алем. Экспо 2017. Это шар-музей, уже сам по себе чудо света. И есть тематический уровень с электроавтомобилем, велосипедами. Билет для взрослых 1500 тенге, меньше 300 рублей. Юрий, уточните, это почему просто написали Экспо 2017, я не совсем понял, про себя уже 19-й год, или знали, когда это будет, это мероприятие, или сейчас оно идет, чтобы я не совсем понял. Вот, так у нас, конечно, есть люди, которые, я думаю, в Казахстане бы это сделали. Конечно. Партнерскую программу вы можете работать в партнерской программе до конца финансирования. Можно ли сделать прямой перевод на ваши счета в Европе? Например, СЕПА в Евро без комиссий. Скоро можно будет сделать. У нас был SWIFT, у нас был СЕПА, но сейчас убрали, обратно восстановят. Как отличить вас от пирамиды? Хороший вопрос. Вот, это как вот Дмитрий Александрович на прошлом вебинаре, да, говорил. Вот, идете вы по улице, а у вас в кармане наличные деньги. Знаете, к вам тоже можно подойти и сказать, а что это вы наличкой пользователь? Почему не картами? Может быть, вы хотите наркотики купить или оружие? Ну, теневая экономика, да, чтобы никто не заметил, как вы деньги носите в кармане. С карты, почему не платите? А вот докажите, что вы просто наличкой любите пользоваться. Ну, это вот такая интересная тоже вещь, как отчасти у нас от пирамиды. Ну, знаете как, объясните вы, что вы не верблюд. Вы сначала скажите, что общего, тогда я вам скажу, что, ну, как смогу опровергнуть, что ли. Так. Здравствуйте, Павел. Почему на официальном сайте не отображаются инвесторы на карте, как было раньше? Алексей, не знаю, надо посмотреть, может быть, какой-то сбой технический. Павел, так и не понял, будет ли, будет или нет кнопка увеличить пакет на девятом этапе? Если неизвестно, когда будет известно? Будет известно сначала следующего этапа, пока точно вам не могу сказать. Возможно, что не будет. Многие страны отказываются от доллара, он ничем не обеспечен. И многие предсказывают его крах в будущем. Фредер, ну, во-первых, какие страны отказываются от доллара, назовите мне. Я таких стран не знаю. Я знаю только Каддафи, который от доллара отказался, и он был убит, а его страна погрязла в войне. Это вот такое, да. То есть, по-моему, все страны, которые пытались это сделать, к сожалению, у них был такой итог. Вы должны понимать, что страны на данный момент не могут отказаться от доллара по одной простой причине. Потому что, в частности, рубль... Вот вы говорите, доллар ничем не обеспечен. Вы полностью правы. Но рубль тоже ничем не обеспечен. Потому что рубль обеспечен валютой. У нас золото, валютный запас. 90% из золота, валютного запаса, это валюта. Евро, доллары и так далее. Поэтому наш рубль обеспечен ничем не обеспеченным долларов. Поэтому, если уж доллар рухнет, то наш рубль обеспечен долларом. Он тоже рухнет. Но понимаете, тут речь о том, что мировая экономика, она слишком взаимосвязана. связано. И нельзя сказать, что американская экономика рухнет, а мы с вами будем радоваться сидеть или просто наблюдать. Поверьте, нам будет тоже очень сладко, как и всему остальному миру. То есть, это одно Билдиси, другое асинхронное двигатель. Если бы вы сказали, что у вас есть асинхронный двигатель, вы хотите переделать его на асинхронный двигатель с технологией до иного. В таком случае, конечно, так это невозможно. Впоследствии Solar Group это будет менеджмент, которому предусмотрен 25% Валерий, вероятно, что так и будет. Так, друзья, на поле случаев еще раз вам напомню, что у нас 25 февраля произойдет смена инвестиционного этапа. Компания перейдет с 7 этапа развития на 9. То есть, до 25 февраля у вас есть возможность еще и приобрести акции инвестиционной доли компании по очень выгодной цене. Соответственно, после 25 февраля цена на инвестиционной доли очень серьезно подорожает. Поэтому, если вы собирались давно стать нашим инвестором, рекомендую вам сделать это уже сейчас. У нас будет большое отчетное мероприятие 16 февраля, на котором мы расскажем, что было сделано за последний этап. Я думаю, что вы помните, что сделано очень многое и что сейчас мы входим, уже вошли в особую экономическую зону Алабуши. Наша заявка одобрена и в марте у нас начинают уже нулевые работы по строительству предприятия и в июне в июле мы начинаем уже строить наше конструкторское бюро. Вот, соответственно цели, которые были заложены на восьмой этап, мы выполнили на седьмом, поэтому перескакиваем сразу с седьмого этапа на девятый, поэтому дисконт будет снижен очень-очень серьезно. Обо всем об этом мы расскажем 16 февраля в Москве на нашем большом мероприятии. Вот, скоро регистрация будет открыта. И помните, что если вы участник проекта с первого этапа, для вас и вы инвестировали на первом этапе от двух до пятнадцати тысяч долларов, для вас седьмой этап, это последний этап, когда действуют выгодные условия инвестирования, то есть вы можете купить еще второй, там третий и так далее, инвестиционные пакеты по дисконту первого этапа. То есть эти условия для вас заканчиваются на седьмом этапе, поэтому пользуйтесь этой возможностью. Осталось не так много времени, потому что знаю, что многие собирались покупать второй пакет. Здравствуйте, я не разбираюсь в экономике. Скажите, когда обычный человек может ожидать первые дивиденды? Тимофей, после завершения конструкторского бюро, то есть на это понадобится 20 месяцев, после этого какое-то время предприятие уже еще функционировать, то есть уже после первого года, предприятие достроилось, прошел год, и по итогу года уже первые дивиденды могут быть распределены, то есть примерно так. Друзья, я думаю, что можно уже заканчивать, что-то наш сегодняшний вебинар получился очень долгим, почти час сорок, несмотря на то, что я сегодня без Дмитрия Александровича. Напоминаю вам о том, что у нас следующий наш вебинар уже будет в четверг, на этом вебинаре будет присутствовать Дмитрий Александрович Дуинов, поэтому, кто хочет послушать последние новости компании, кто хочет задать свой вопрос лично Дмитрию Александровичу, обязательно приходите на вебинар в четверг, также в 19 часов по московскому времени, расскажем все самое важное, все самое интересное, все последние новости, актуальные проекта, в общем будет, как всегда, интересно. На сегодня же я с вами прощаюсь, всем большое спасибо, что были на нашем сегодняшнем вебинаре и жду вас на следующем. Всем спасибо и